Дюртюли Дюртюли – город, в котором проживают более 30 тысяч человек. Если изначально это место заселили в основном пришлые русские крестьяне, то сейчас, по данным Всероссийской переписи, подавляющее большинство жителей по национальности – татары – 64,1% и башкиры – 23,2%. Дюртюли сегодня город татар, и звонкая татарская речь звучит здесь чаще всего. Даже если вы обратитесь на улицы к русскоговорящему на татарском, скорее всего, он вас поймет. В прошлом выпуске мы говорили об истории дюртюлей с момента основания и до начала 20 века. Тема этого выпуска – дюртюли в советские годы. От суровых Оренбургских степей, Уральских гор, Башкирия – автономная республика могучей Российской Федерации. В газете «Известия» 23 марта 1919 года опубликован документ особой важности – соглашение центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. Структура документа представлена 16 параграфами, которые касались общественного, государственного и административного устройства. Этот день считался в советское время официальной датой образования Башкирской автономной социалистической республики. Башкирская СССР стала первой автономной советской республикой в составе советов. 23 марта 1919 года Ленин и Калинин подписали декрет об образовании автономной Башкирской советской социалистической республики, первой национальной республики, созданной советской власти. Жители Дюртюлинского района все так же занимались хлебопашеством, лесосплавом, рыбной ловлей, разводили скот. Но новой стране и новому правительству в тяжелые военные и послевоенные годы нужны были нефть и газ. Поэтому, как и многим другим районам, Дюртюлинскому в короткие сроки суждено было переквалифицироваться из аграрного в индустриально развитый. Это не Баку, это Второе Баку, Башкирия. Созданный на востоке страны, по идее Сталина, новый нефтяной район стал крупной нефтяной базой советской страны. Ишимбарево здесь ударил первый нефтяной фонтан Второго Баку. И вот, наконец, в 1954 году на страницах уже республиканской газеты «Нефтяник Башкирии» появилось сообщение. В северной части Башкирии, в районе нижнего течения Белой, открыто новое месторождение нефти. Здесь, на Большой разведочной площади, скважина номер 12 глубиной 1200 метров, пробуренная бригадой мастера товарища Зуева, треста БАШ «Западнефтеразведка» дала мощный фонтан. Скважина номер 12 пробурена станком «Уфимец» в сравнительно короткий срок. Ура, товарищи! Хлебно-плодородный Дзюртюлинский край не подвел и в этот раз. Раскрыть тысячелетнюю тайну Девона, добыть из него нефть, стало делом честенних деревьев Башкирии. Речь идет о Мончаровском месторождении по названию деревня Мончарова, расположившейся на перекрестке трех районов – Илишевского, Дзюртюлинского и Чикмагушевского. Эта крупная сырьевая находка стала судьбоносной для социально-экономического развития Дзюртюлей. В 1956 году подготовили, как вот это месторождение, так называемое Мончаровское месторождение, к промышленной разработке. И в 1957 году уже первая нефть промышленная начала поступать на заводы Башкирии. Поэтому начало работы нефтяников считается 1957 год. В Дзюртюлинском районе становилось все больше буровиков, строителей, разведчиков и нефтяников из Октябрьского и Серафимовки. Сначала, только прибыв на новое место работы, они жили в бараках в селе Яркеево, центре Илишевского района, в деревне Красный Аташ. Прибывавшие специалисты обучали дзюртюлинцев работе на передовой технике. Дела пошли, очень быстро начали развиваться. Провырили первые 50-60 скважин, потом построили поселок. Поселок построили на границе трех районов. Илишевского, Дзюртюлинского и Чикмагушевского районов. Этот поселок назывался Семилетка. Там разместилось нефть и газодобывающее управление Чикмагушнефть. Бурное развитие объемов бурения, обустройства и водскважин позволили коллективу Чикмагушнефть достичь в 1968 году. Максимального уровня добычи нефти 6 миллионов 282 тысяч тонн. Такого стремительного развития не знал тогда ни один регион нашей страны. Несмотря на название, управление осуществляет разработку и эксплуатацию месторождений на территории не только Чикмагушевского, но и Дзюртюлинского, Бирского, Благоварского, Илишевского и Кушнаренковского районов. Но Дзюртюли постепенно стягивало население близлежащих сел и деревень, в связи с чем управление было переведено сюда. Название новых улиц в Дзюртюлях – социалистическая, механизаторская и уральская. 62-й год – год большой стройки. Нефтяниками был создан новый микрорайон из сборно-счетовых домов. В итоге в 64-м году Дзюртюли стало поселком городского типа. Здесь, в новой промышленной зоне Дзюртюлей, размещается основная производственная база нефтедобычи в регионе. В 1989 году Центр активной жизни нефтяников на северо-западе республики, то есть Дзюртюли, становится городом. Но что интересно, дзюртюлинцы обязаны нефтяникам появлением водоснабжения. Первоначально построили очистные биологические сооружения. Затем через реку Белую горизонтальным бурением добрались до источника чистой воды. Управление до сих пор увеличивает показатели. За последние 10 лет добыча нефти и газа увеличилась в полтора раза. Это впечатляющий результат не только для Башкирии, но и всей Урала-Поволжской нефтегазовой провинции. В 2017 году в Башкирии было открыто 4 новых месторождения черного золота. Два из них обслуживаются НГДО «Чекмагушнефть». Дзюртюли для меня, для многих моих друзей, родных и близких – это прежде всего город нашей юности, радости, надежды и побед. Мы в нем живем, работаем, растим детей. Для тысячи юртюлицев, наряду с родным домом, есть в городе еще одно место – дорогое сердце и ставшее родным это предприятие. На социально-экономическое развитие Дзюртюли повлиял ввод в действие автодорожного моста через реку Белла, о котором мечтали много поколений дзюртюлинцев. Они вспоминают об открытии моста в 1989 году, как о настоящем празднике. Теперь добраться куда-либо стало намного проще и дешевле. Со временем речной транспорт теряет свое значение, поэтому для сообщения левого и правого берега Белой, то есть за Бельской части республики с ее центром, был построен мост, который взял на себя функции груза и пассажиросообщения. Посмотрите, какой потрясающий вид на Дзюртюли открывается с автодорожного моста через реку Белую. А что же у нас с другой стороны? А с другой стороны красивый лес, за которым находится деревня с самым подходящим названием для Дзюртюлинского района – Венеция. Как? Оно вам тоже что-то напоминает? Видимо, основатель деревни был романтиком. Правда, у двух Венеций разница в возрасте – полторы тысячи лет. В 1920-21 годах, в годы засухи, здесь появились переселенцы в поисках новых земель. С соседнего села сюда перебрался Дмитрий Васильевич Рябов с женой Марией и сыном землемером Иосифом. Он-то и дал месту необычное название. Но это еще не все сенсации, связанные с башкирской деревней Венеция. Внук того самого основателя деревни Иосифа Рябова – всем нам хорошо известных художник Сергей Краснов. У него даже в Москве была представлена нам выставка, которая так и называется – «Две Венеции». Еще одно наследие советского времени – красивый памятник на самом краю набережной Дзюртюлей, который без преувеличений можно назвать визитной карточкой города. Давайте совершим небольшую экскурсию по набережной. Она здесь очень красивая, представляет из себя такой мемориал, сразу из нескольких памятников. Самый главный, большой, красивый памятник монументальный 1985 года постройки – это памятник Дзюртюлинцам, участникам Великой Отечественной войны. Он не случайно стоит прямо над рекой. Очень такой красивый живописный вид открывается. Именно отсюда солдаты с пристани на теплоходе уезжали на фронт. Их провожали матери, дочери, жены, сестры. Вот именно эту картину нам и демонстрирует памятник. А еще здесь, на мемориале, можно увидеть всех участников Великой Отечественной войны, дзюртюлинцев, которые не вернулись домой. И тут как раз видно, как много трапезников жило в Дзюртюлях и участвовало в войне. Я сейчас еще раз прошлась по этому комплексу, пробежала взглядом по спискам дзюртюлинцев, не вернувшихся с фронта, и поняла, что в этом городе особое отношение к памяти. Здесь хотят сохранить имя каждого, начиная с основателей города, их домов, которые было непросто сохранить, и заканчивая нефтяниками, строителями, фотографии которых вывешены в аккуратный ряд в музее города, как почетных граждан. Сегодня Дзюртюли – небольшой тихий город, в котором суета отступает перед простотой неторопливого общения. Город, в котором все друг друга знают. Здесь пятиэтажные многоквартирные дома сменяют друг друга частным жильем с огородами. Некогда базарная площадь сегодня – центр города, на котором находится администрация Дзюртюлинского района и исторический музей города. От центра отходят две улицы – до самой реки Белой, до самой набережной – исторические улицы. Так в облике города встретились все эпохи. Культурные и социальные учреждения, построенные нефтяниками, замощенные улицы и деревянные дома с красивыми наличниками, козырьками, воротами, построенные 200 лет назад и на века трудолюбивыми крестьянами. Современные памятники героям гражданской, Великой Отечественной и локальных войн. При первом посещении, озирая все вокруг беглым взглядом, можно и не заметить того, что хочет тебе рассказать сам город, на что обращает твое внимание. Поэтому, хотя бы иногда, прогуливаясь по новым или хорошо знакомым местам, так важно замедлить шаг, повспоминать, задуматься, неторопливо разглядывать сооружения вокруг, в поисках чего-то необычного. Кто знает, какие открытия ожидают вас в привычной обстановке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok